Рекорды худкости и межотрывалости. На былом аэродроме у Зябровцы Гомельского района снова раули моторы. С поборницей по драг-рейсингу и кольцевых гонках. Аутобаина в Живанне. Дзевятый международный аутомотофестиваль Моторфест здевил наведывальников. Сирот их был и наш корреспондент. Это было саправдное святохудкости. Масштабная видовища стартовала руна о полдни и собрала некольки тысяч глядачу и коля сотни удельников, які проехали у тымлику замяжи. Гомельский Моторфест проходил уже в девятый раз. Гостей чакала насыщенная шоу-программа и, несумненно, велизарная колькасть самых незвычайных представников автопрома. От ретро до машин, укомплектованных по опошним подыху моды. Сегодня здесь на мероприятии целых четыре площадки. Такого в Гомеле еще никогда не было. Первое, конечно же, самое главное – это площадка дрэг-рейсинга, на которую мы смогли принять более 50 пилотов. При том, что заявлено было 65 участников, но не все смогли доехать, кто-то поломался в последнюю минуту. Но, тем не менее, для Гомеля это очень большое количество. Аутобои, дрэг-рейсинг, батлы аутоклуба, гонки на худкость и забавы для маленьких глядачу – вось не полный спис заявленных мероприемств. Для комфорта гостей працавали кропки громадского харчаванья, фотозоны и многое иншее. Занятие автомобилями занимает львиную долю, так скажем, жизни, потому что это не только хобби, это и работа у некоторых связана с автомобилями. Это все приходит, я думаю, вообще, наверное, с детства. Все же видели фантики турбо и гонки по телевизору, как все это захватывает. Самых пеленок, так можно сказать. Атмосферу мероприемства створали рок-группы, які выступали на двух сценах. За споборництвами можно было сочить на великим светодиодным экране, на яким транслировались самые важные моманты зуссих пляцовок. Михаил Садовский, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель».